Всем здравствуйте! Очень рада всех вас видеть. Это по-прежнему пресс-клуб. Меня по-прежнему зовут Юлия Занимонская. И я вас рада всех видеть на нашей завершающей в этом сезоне открытой летучке. Напомню немножко про открытые летучки, про этот формат. Если в прошлых сезонах мы приглашали делиться своей внутренней кухней редакции белорусских медиа, в выходящем сезоне мы приглашали успешные инициативы и проекты, успешное НГО. Такое бывает. Сейчас мы немножко, некоторое время назад решили поколдовать немножко с редакцией 34 над форматом. И сегодняшняя тема звучит «Как создавать микромедиа». Я благодарю за помощь и партнерство 34Маг. И представляю вам Антона Кашликова, главного редактора 34Маг и 34Тревел. Что прежде чем пожелать нам всем хорошего вечера, расскажу, что уже с данного момента вы можете задавать свои вопросы с помощью ваших телефонов и программы Slida.com по коду ивента О27. Наверное, все. Антон, передаю тебе микрофон. У меня есть один. Вот можно, да. Всем еще раз, хотя почему еще раз, я еще не поздоровался ни с кем. Всем добрый вечер. Мы действительно решили назвать наш ивент громко, как создать микромедиа и поделиться опытом. Разумеется, это просто громкий заголовок, чтобы привлечь ваше внимание. Вряд ли мы найдем ответы на этот вопрос, найдем точные. Но, по крайней мере, попытаемся. Думаю, что нужно начать с того, чтобы представить этих отважных людей, которые согласились поделиться своим опытом. Собственно, я думаю, что раз вы сюда пришли, у вас тоже есть некий опыт, который, может быть, тоже полезно будет услышать публике. Кто вообще из тех, кто здесь пришел, делает, не знаю, там, ведет телеграм-канал, например. Класс. Кто, не знаю, у кого есть какой-то блок на какой-нибудь платформе, кто какой-то свой еще микромедиа делает, YouTube-канал, что-нибудь такое. Круто. Будет, правда, классно и, наверное, полезно, если потом мы тоже ваш опыт услышим. Это не встреча, где все найдут ответы на все вопросы, но где можно пообщаться, поделиться каким-то опытом. Значит, давайте представлю наших дорогих спикеров. Антон Родненков, директор Центра новых идей. Похлопаем. Идеяby.org. Ребята делают много разных проектов, в том числе подкасты, в том числе. А вот и Даша появилась, Сазанович. Даша, ты нас слышишь, но не видишь? Да, и мы тебя видим, но не слышим пока, но все изменится. В первую очередь с Антоном мы поговорим потом про YouTube-канал Идеяby, но об этом чуть позже. Давайте, раз Даша появилась на экране, поприветствуем Дашу Сазанович. Это иллюстраторка и создательница телеграм-канала «Не благодари». Правильно сказал? Правильно. Спасибо. Телеграм-канал, который собирает какие-то предложения для медийщиков, для художников, для активных людей, для НГОшников в том числе. У нас есть Ксюша Малюкова, которая делает сразу несколько телеграм-каналов. Ксюша. Здесь как раз можно немножко пофальтиться с Дашей, потому что один из телеграм-каналов тоже о возможностях. И, возможно, мы узнаем что-нибудь новое о редакционной политике, отличиях в этой редакционной политике. Денис Васильков. Медиагик, нано-блогер, микро-инфлюенсер. И как только ты себя не называешь, и как только не называем мы тебя. Нано. Нано-блогер. Я же так и сказал. А также наши коллеги и партнеры из Мейкаут. Даша Романович и Милана Левицкая. Вот как раз с Мейкаутом будет тоже интересно поговорить про опыт создания целого сайта, целого, по сути, журнала. Если я накосячил как-то с ударениями в именах и фамилиях, простите, пожалуйста, Денис Васильков. Вот, собственно, давайте начнем разговор. Я, наверное, все-таки попробую постоять, потому что как-то комфортнее, сверху чуть-чуть дует. Да, тоже важный момент. Если есть какие-то вопросы, уточнения по ходу, вы тоже можете вопросы задавать и озвучивать. Но очень важно, чтобы это было сделано в микрофон, потому что мы ведем запись нашего мероприятия. На ведущих YouTube-каналах страны это будет размещено. Вот Юля к вам потом подойдет с микрофоном, да? Хорошо. Я бы начал прямо с Дениса. Вопрос следующий. Ты человек, который попробовал много чем заниматься, в хорошем смысле слова. Например, ты одним из первых… На всякий случай скажу Даше, что тебя все видят. Ты выведена на экран. Спасибо. Да, просто имей в виду. Ты, например, был одним из первых, кто в Беларуси начал прививать культуру подкастов. Ну, громко сказано, конечно. Да. Но было дело, да. Но человек, который всегда стремится к каким-то новым медийным опытам, экспериментам, скажи, пожалуйста, что тебе кажется сейчас наиболее правильным, интересным, живым и действенным? Какой из каналов? Или здесь лучше устраивать прям какую-то ковровую бомбежку, если ты хочешь донести какую-то свою идею? На самом деле сейчас настолько благодатное время в плане доступности каналов именно как медиа, что просто выбирай свою любимую платформу просто по цвету хотя бы интерфейса. Не знаю, нравится тебе Facebook своим синим дизайном или шрифтами, иди туда. Нравятся тебе ВКонтакте почему-то тоже. Супер, тебе нравится TikTok, будь там. Но будь искренним, давай туда информацию, и ты найдешь везде своего слушателя, везде найдешь своего читателя. Мне очень нравится Twitter, и недавно я особо не следил за какой-то статистикой, я просто обнаружил, что как-то меня оказывается там кто-то читает, и есть какой-то даже фидбэк оттуда, и какие-то шутки, которые есть только в онлайне, они выходят уже в оффлайн. Я свою аудиторию долбил всю зиму, чтобы они носили шапку, и мне сегодня на остановке из автобуса прокричали «Почему ты без шапки?» Вот, то есть, ну, есть такие вещи, которые показывают, что вот медиа, но вот этот канал, он работает, и поэтому сейчас потрясающее время, и я до сих пор, я не знаю, почему у нас так мало людей пишут и рассказывают о том, что происходит вокруг, но, наверное, просто очень много людей не сидят так долго в сети и тратят свое время на что-то более полезное, наверное. Ну, все-таки тогда спасибо за этот блестящий ответ. Немножко сужу вопрос. Подкасты, о которых вот время от времени появляется какая-то новая медийная волна, которая всех захватывает. Пару лет назад была куча тренингов о том, как делать такие skyfall, это называлось, или snowfall, да, такие long view, long grid. Наверняка половина из вас было на этом, потом как-то все забыли, вот сейчас снова выплыли. Что-что? Инфографики были неком моде, там, да, и сейчас это все заменяется. Сейчас есть ощущение, я буду продолжать с Денисом, ребята, вы пока отдыхайте. Тем не менее, подкасты все равно какие-то довольно маленькие цифры прослушивания, при том, что вроде опять есть вокруг них шумиха, говоря о каких-то самых успешных, ну, сотни, ну, может, пару тысяч, да. Аудитория еще их не хочет слушать, только медиа хотят делать? Тут проблема в том, что на самом деле подкастам уже 15 лет, и это абсолютно никакая не новинка, и в Беларуси про них уже ядерная аудитория гиков и те, кто около, медийщиков, их уже и так потребляют, а не есть. Проблема с подкастами в том, что туда не пришли условно селебрити, не пришел туда юмор, например. Если бы там был условный Гарик Мартиросян с бульдогом, мы бы подкасты слушали бы в такси, мы слушали бы в общественном транспорте, потому что мы видим, что все медиаканалы, более-менее, они раскручиваются за счет каких-то крупных персон. И у нас, я думаю, что если, грубо говоря, придет в подкастинг, придет какой-нибудь условный, какой-нибудь классный бизнесмен, наш белорусский, какой-нибудь публичный, подкастинг сразу просто вырастет в такой прогрессии, это появится. Это просто вопрос поиска ниши тех, кто ищет какой-то новой публичности. Скорее всего, так будет правильно сказать. Хорошо, спасибо большое. Думаю, что мы про это тоже еще поговорим, про подкасты. Дарья, чтобы ты не скучала в далеком, холодном, северном бремени. Да, Денис, микрофон поднес к твоему изображению. Твой телеграм-канал, который ты создала, насколько я понимаю, просто в момент, когда тебе надоело отвечать всем подряд знакомым, а где ты нашла эту стажировку, а как их искать, называется «Не благодари», и ты туда скидываешь какие-то возможности обучения и так далее. Но при этом я слышал, что, в общем, не так-то просто волонтерам и НГО Беларуси попасть в свой канал. Какая у тебя редакционная политика? Вот как это работает? Мой канал «Мои правила» или как это? Да, все ровно так и есть. Я создала блог именно под себя. То есть я, не знаю, года три назад я, четыре, начала ездить на какие-то программы, достаточно жирные арт-резиденции и все такое. Но я все время сама искала под себя, и люди стали спрашивать, где я их беру, и мне надоело отвечать каждому индивидуально, поэтому я сделала что-то типа канала. И не было у меня амбиции создавать какой-то медиа, поэтому я до сих пор очень удивляюсь, почему там почти три тысячи подписчиков. И так как это мой блог маленький, и я по-прежнему собираю какие-то возможности, чисто исходя из своей чуйки, которая никак не влияет на качество ивента. То есть пошла бы я или не пошла, посоветовала бы я или нет, или какие-то критерии, типа должна быть бесплатна, или как-то минимально стоить, или какая-то там очень классная возможность, и при этом можно будет выиграть грант на поездку, там могу запостить. Еще я даю предпочтение все-таки международным программам, потому что мне присылают очень много местных ивентов, минских. Но я знаю, что меня читают много в России и в Казахстане, поэтому мне кажется, это немножко неправильно. Если я буду постить постоянно что-то минское, людям будет неинтересно. И мой интерес в том, чтобы людей отправить куда-то попутешествовать по классным возможностям. А про местные тусовки и так узнаете из местных каналов. Вот там про волонтеров пишут, я знаю, есть каналы. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, аудитория есть в России, в Казахстане, а во-первых, ты как-то пыталась измерить, откуда эти люди, или ты просто по фидбэку, когда люди тебе в личное сообщение что-то пишут и спрашивают, понимаешь, для кого ты это делаешь? Есть ли этот фидбэк? В Телеграме же нет комментариев, нет лайков, да, вот только цифры просмотра. Но в Телеграме есть такая функция, как опрос, и мне кажется, полгода назад я делала опрос, кто откуда, и я удивилась, что на втором месте была Россия, на третьем была Украина, и достаточно большой процент был людей, поэтому я знаю лично людей, которые читают из Казахстана, Грузии, кто понимает по-русски. А за деньги предлагали уже посты, уже как бы рекламу можно размещать? Но моя, опять же, политика, что я, ну как бы мне интересны коммерческие и какие-то там политизированные штуки. Что значит политизированные? Или вот мне сегодня было классное предложение про какие-то археологические лагеря для детей, и я думаю, вот, классно, сейчас запощу, а там экспедиция Новороссия, раскопки в Крыму. Какая-то что-то не подходит. Ксюша, у тебя телеграм-канал, в общем, с историей немножко похожий по концепции, ты тоже прилагаешь один из телеграм-каналов, собираешь какие-то волонтерские возможности, в том числе в Беларуси, в отличие от Даши, но, опять же, вот тебе легко попасть со стороны, какая редакционная политика? Да, я могу рассказать, у нас очень похожая история с Дашей, у меня точно так же, я очень много волонтерила, а потом работала в товариществе «Зеленая сеть» координаторкой волонтеров, и когда я оттуда ушла, на меня постоянно сыпались вопросы, чем нам заняться, где нам поволонтерить. Я устала тоже всем отвечать, и тогда как раз в моду начали входить телеграм-канал у нас, и я просто создала, это был такой круг для друзей и знакомых. И тоже я удивлена, что он все растет, растет, растет. Конечно, мы используем рекламу, но про это попозже. К нам попасть очень легко, в принципе, мы берем практически всех, все, кто нам пишет, и мы даже сами к этому призываем, потому что мне проще тогда, я не ищу вакансии, просто у меня там 10 человек написало, я их поставила в очередь. Мы обычно делаем как? Сначала я была одна, потом я не хотела заниматься этим прям совсем одна, потому что это такой волонтерский проект, и моя цель, чтобы люди становились более активные в Беларуси, куда бы они ни поехали, путешествовать, не путешествовать, чтобы они были более активными, социально ответственными. И мне начала писать одна девочка, «А запостите вот это, а я нашла для вас вот это». Я говорю, «Слушай, чего ты меня просишь? Давайте дам все права, будешь сама постить». И да, ну, там понятно, что она канал бы не удалила, я ей очень доверилась, и для нее это было как… Для нее это было очень важно, и сейчас мы вдвоем на полноценных правах делаем с ней этот канал, и у нас есть такое расписание. Мы сейчас немножко сбились, потому что все вдвоем в разъездах, но в целом мы выпускаем пост в восемь, в два и в шесть. То есть три поста в день, так это такое наше примерное расписание, если все идет по плану. И то есть все, кто нам пишут, и все, что мы сами находим, мы все публикуем. Что мы не публикуем? Платные мероприятия, и только если там какой-то супермаленький взнос, и я сама начинаю разговаривать с организаторами, почему у вас такой взнос, если они там объясняют, что нам кое-как надо отбиться самим, тогда я говорю, ну, окей. А если, ну, просто там условно заработать, то я тоже отказываю. Политическое что-то. Ну, что-то постим, что-то не постим. Единственное, что мне так стыдно, я последний месяц, наверное, мне писали люди, и я забывала про них, я была очень занята. И я так всем говорила, пишите нам, мы запостим вашу вакансию, класс. И забывала про них, извинялась. Так что если тут есть люди, кому что-то не запостило, то простите. Ну вот здесь, кстати, хороший совет, да, что лучше напоминать о себе, да, потому что наглость практически с ноним настойчивости. Поэтому второй-третий раз напомнишь, глядишь и запостят. По крайней мере, с 34 магом чаще всего так все и работает. Да, я могу чуть-чуть дополнить, если это еще уместно, что у нас основная аудитория это Минские, все, кто в Минске. Я не знаю, я не проводила никакой опрос, думаю, что есть какие-то ребята из регионов, но мы иногда постим, что где-то что-то проходит в Бресте, в Гродно, и я не знаю, какой это получается. А в Могилеве, Денис, посмотрел на тебя. А в Могилеве. Да. Ну и последнее время собирали еще фидбэк от организаторов мероприятий, сколько людей перешло и сколько дошло до них. И, ну, это по-разному. Бывает 20 человек записалось, там и 10 пришло, там 5 пропало, опять написал, я заболел, там надо сидеть дома. И я, честно признаюсь, два раза меня кидали, потому что мне иногда тоже нужны волонтеры. И когда просто пропадали люди и даже не говорили мне, что там мне плохо, прости, то я их заблокировала, это два человека, они висят в блоке. И я решила... И я очень хочу написать пост про ответственность, чтобы, ну, я не знаю, насколько он дойдет до души каждого человека, кто подписан. И еще чуть-чуть расскажу. Мы постили сначала волонтерские всякие возможности, потом тренинги, стажировки, и периодически стали постить крутые разные мероприятия. Потом поняли, что немножко наше позиционирование слетает, потому что мы говорим, что мы канал о волонтерстве, о волонтерских возможностях, и постим какие-то ивенты. Еще я сама делаю ивенты, и мне было очень удобно использовать эту аудиторию. И в какой-то момент мы решили разделить. И думаем, ну, сделаем маленький каналчик с ивентами, и туда будут приходить просто те люди, кому нравится. И он в последнее время тоже вырос, мы как-то его быстро вырастили. К нам очень много пришло нашей аудитории на второй канал. И получается, что сейчас два канала, вот на твоих возможностях остаются все волонтерские штуки, а на втором мы пишем про ивенты. И тоже ивенты все бесплатные, но мы думаем, может быть, ввести платные ивенты, но проведем опрос, чтобы все по-честному. Спасибо. Короткий вопрос. Как тебе кажется, телеграм-канал это все еще большой потенциал, огромное количество неохвачено аудитории, или все очень медленно растет и не стоит этим заниматься? Мне кажется, вот мне интересно, я послушаю, что Даша скажет в таком случае, но мне кажется, что большой потенциал, к нам добавляются люди со скоростью, не знаю, ну, там, не знаю, 10 человек в день. Отписывается сколько при этом? Очень мало. У нас в прошлом году было 5 отписок за год. Мне кажется, что это какой-то суперрезультат и потрясающе. Не бывает такого. Да, да, да. Ну, там, есть, кстати, в телеграм-каналах, есть открытая статистика, можно посмотреть любой открытый телеграм-канал, что, как у них происходит, все поанализировать. Мне кажется, что большой потенциал, и много людей подписывается, и устанавливает себе телеграм. В отличие, например, для меня, почему я еще выбрала телеграм, потому что я не хотела ни там, ни группы ВКонтакте, Фейсбук, ни Инстаграм, и мне еще хотелось, чтобы никто мне там не писал тысячу комментариев, на которые тоже должна как бы отвечать. А вот я закинула, и вот делайте с этой информацией все, что хотите. Спасибо. Даша, прокомментируешь. Твое ощущение от перспектив телеграма как платформы? Ну, как платформа, конечно, перспективная. Я больше посмеялась про поводу отписок. Вот, мне кажется, что я, когда я постчу что-нибудь, где есть хоть какую-то копейку заплатить, сразу человек 10 отписывается. Не знаю, связано ли это с этим, но мне все время смешно. После какого анонса мероприятия отписалось больше всего людей? Когда я тебя поглату. Мою лекцию? В общем, ну, что-нибудь там. Ты приносишь убытки. Спасибо. К сожалению, нам и вынуждены отключиться. Даша вынуждена уже покинуть наш чат. Чутко. Спасибо большое. Вопрос к представительницам Мейкаута. Скажите, пожалуйста, вы все-таки в первую очередь ассоциируетесь, наверное, как прям полноценное медиа. У вас есть свой сайт, который довольно регулярно обновляется, кроме всей вашей остальной деятельности, оффлайн-эвентов и так далее. Ну, сайт – это довольно сложная история, по крайней мере, со стороны домен, хостинг, дизайн, автора. Как у вас-то все устроено и насколько вы, ну, вот, скажем, измеряете выхлоп, да, ну, то есть вот потрачено усилий, не знаю, результат. Ник даже залубался на меня на слове выхлоп немного. Мы как бы решили, что он должен быть, так как у нас есть много направлений, которые… Ну, то есть у нас есть статьи полноценные, у нас есть рубрика ретро, у нас есть рубрика coming out, для которых необходим был сайт. И, ну, у нас есть в команде человек, Коля, у которого есть скиллы, чтобы можно было сделать с этой реальностью. Прошу прощения, сколько, скажем, в месяц обновлений выходит, сколько вы публикуете примерно материалов, новостей? Наверное, это во многом связано с тем, что мы уже даже один раз отсюда прямо говорили об этом, но мы не медиа. Факт в том, что, как бы, несмотря на то, что еще многие люди воспринимают нас как медиа, мы не медиа, потому что, ну, на наш взгляд, у медиа немного другие функции. Ну, типа, есть целое общество, с которым нужно там как-то взаимодействовать, и вы можете на него влиять, получать оттуда фидбэк и так далее. Но мы работаем с очень определенной группой, мы ЛГБТ-проект, и мы работаем на потребности ЛГБТ-сообщества в Беларуси, в первую очередь. Ну, и как бы, на самом деле, и в последнюю, а остальные вещи, это то, что случайно прирастает. И для нас было интересно, скорее, 5 лет назад, я не знаю, мне, ну, как бы, я в таком возрасте, что я узнала про то, что существуют телеграм-каналы не очень давно, а вот сайты существуют. Ну, то есть, может быть, это, типа, по старинке, да? Но нам было очень важно... ЭВМ, кстати, называется это устройство. Да-да-да, типа, трефокарты. И нам было очень важно, что когда мы начинали работать, это больше 5 лет назад, на тот момент не было ни одной оффлайн-площадки для ЛГБТ-людей в Беларуси, ну, безопасной какой-то. И онлайн тоже не было, потому что медиа обычно работает на все общество в целом. Очень сложно представить, что медиа будет работать... Ну, то есть, конечно, у разных медиа, особенно у социально ориентированных медиа сегодня есть разные направления, например, есть рубрики разные или спецпроекты какие-то разные, но на тот момент для ЛГБТ-людей специально ничего не делали, и это всегда звучало как, ну, вы же тоже часть какой-то аудитории, но при этом я, например, на больших медиа никогда не вижу статью, в которой было бы написано «Мы с вами знаем тра-та-та, а вот есть еще и такие люди» и писали бы про гетеросексуального человека. Ну, типа, обычно, если я читаю статью про «Мы с вами часто живем вот так, а есть еще и такие люди», это статья либо про меня, либо про людей, которые тоже находятся, ну, являются представителями какой-то уязвимой группы. И для нас просто было важно сделать площадку, на которой бы люди находили информацию про себя от первого лица и на которой могли бы сами воспользоваться как такой площадкой. То есть мы вначале даже, ну, у нас была такая рубрика, сейчас ее уже нет, потому что она не очень хорошо так вот сработала, во многом, потому что люди сейчас больше пользуются социальными сетями, чем с сайтом, и им комментировать и писать проще гораздо посты, чем там на сайт что-то такое загрузить. Но у нас была рубрика, она называлась «Клуб», и ей можно было воспользоваться так, люди просто регистрировались на сайте и сами писали, ну, вот то, что у них там, не знаю, наболело, они хотели рассказать там о том, как они какой-то фильм посмотрели, или там о том, как они куда-то сходили, или просто о том, что там они чувствуют по какому-то поводу. Ну, и в принципе, смысл был в том, чтобы любой человек из ЛГБТ-сообщества мог бы просто прийти как бы на свою площадку и точно знать, что это будет место, в котором он не будет там в меньшинстве, в количественном, или не должен будет ничего объяснять, потому что это будут люди с очень похожим опытом, и это также связано с комментированием, например, у нас на сайте, ну, есть комментарии, но поскольку это не это не тут-бай, у нас как бы не прорва там комментариев, но у нас есть также площадки, но все дублируется в соцсети, и, ну, мы используем вот эту политику про мою, ну, площадка мои правила, о том, что там вообще не может быть никакого трэша, и, ну, понятно, что медиа как раз тоже работает немножко не так, потому что для большого медиа очень выгодно, когда, например, в комментариях там собирается тонна людей, и они что-то обсуждают, и чем это горячее тема, ну, то есть чем полярнее там может быть спор, тем больше в конечном итоге будет просмотров, и тогда, ну, как бы на этой странице можно выгодно продать баннер, и, ну, не, как бы... Ну, это нормально для медиа, но у нас так точно никогда не будет, потому что это ситуация, которая повторяется везде, и, ну, когда обычно говорят полезно для развития выходить из зоны комфорта, вот, ну, как бы для любого человека, который в уязвимой группе, ну, который испытывает стресс меньшинств, в частности, для ЛГБТ-человека очень полезно для развития входить в зону комфорта иногда, да, и, ну, наш сайт был сделан скорее как зона комфорта, ну, и так и развивается. Спасибо большое. Уточняющий вопрос. Я правильно понял, что, в принципе, ну, для вас важно, чтобы скорее ваша аудитория собиралась вокруг вас, то есть вам, как организации, не так важно, не знаю, чтобы выходили публикации, в том числе и в больших медиа вашей деятельности, или, тем не менее, вы там стараетесь работать с крупными площадками, когда, например, какие-нибудь мероприятия анонсируете? Ну, на самом деле, мы, да, уже очень давно не делали каких-то там пресс-релизов, не рассылаем. Как раз сейчас мы делаем на выходных мероприятия в рамках киноклуба, и впервые за очень долгое время мы решили, что так, надо, наверное, рассылать пресс-релизы хотя бы каким-то дружественным проектом, потому что что-то мы очень давно не выходили за рамки своей площадки. А почему это? Вопрос безопасности аудитории или чего именно? Ну, как-то поначалу мы, да, например, когда делали выставку камин-аут, делали фестиваль мета, чтобы людей больше о нас узнало, и когда у нас тогда еще было меньше подписчиков в наших соцсетях, меньше людей читало сайт, мы рассылали пресс-релизы, ну, чтобы как-то найти свою аудиторию, а потом со временем, ну, в принципе, у нас в Фейсбуке пять тысяч подписчиков, в ВК пять тысяч подписчиков, и, в принципе, ну, основная наша аудитория, она уже у нас, и мы разговариваем с ней напрямую через наши каналы, и поэтому, да, мы довольно редко, я думаю, выходим. Мне кажется, еще тут важно, ну, понимать, какая у тебя цель, ну, типа, наша цель, как проекта, в первую очередь, работать на сообщество, и поэтому нам важнее, чтобы об этом узнали и сами люди из сообщества, чем очень широкий круг людей, которому будет интересно, ну, потому что это неплохо, и, ну, интерес — это очень здорово, но у нас такая позиция, что этим может еще кто-то заниматься, ну, есть куча людей, которым это интересно, и они могут этим заниматься, но мы этим занимаемся, потому что это работает для нас и для таких же людей, как мы, и, ну, как бы, это может как-то очень грубо прозвучать, но у меня, например, в жизни очень мало ресурсов, чтобы постоянно обслуживать, типа, чей-то чужой интерес, а не свой в первую очередь. У нас, ну, был опыт сотрудничества и с крупными медиа, и он, я думаю, что для видимости это очень полезно, потому что сама по себе идея видимости для уязвимой группы тоже очень важна, но очень часто, ну, как бы, это как, есть такая, да, про физика, это акция и реакция, да, и, как бы, чем больше ты получаешь видимости, тем больше ты получаешь говномет, можно ругаться? Можно говномет, хорошее слово, да. Ну, в смысле, и тогда надо просто каждый раз ты должен взвешивать, что получит тот человек, который, вот это, ну, который воспользуется, этой видимостью, условно говоря, я живу в городе, в котором я думаю, что, например, я одна лесбиянка на свете, ну, там, такое бывает, я в 16 лет в Минске так жила, ну, то есть это не про большие, маленькие города и так далее, и вот если у меня такая ситуация, да, и там, ну, у меня маленький круг общения с людьми, которые разделяют мой опыт, или там у меня какой-то информационный голод по этой теме, если я вижу статью на очень крупном медиа, с одной стороны, это может означать чувство солидарности, причастности и ощущения того, что есть такие же люди с таким же опытом, и я не один, и мне не обязательно, например, уезжать из Беларуси, чтобы жить, но с другой стороны, это может означать, что я полез и прочитал 40-400 комментариев о том, как я хотел бы, чтобы вас сожгли, и там, голову вашу на пики насадили, ну, типа, я всегда читаю комментарии, ну, это нельзя делать, а я всегда читаю, и, ну, и тогда надо взвешивать, ты хочешь, чтобы этот человек получил невроз, или чтобы он, там, почувствовал солидарность, и иногда, ну, как бы солидарность так не сработает, потому что будет невроз, ну, чаще мы постим на своей площадке, я уверена, что если есть люди, у которых есть желание солидаризироваться, и быть союзниками из крупных медиа, и у них есть какой-то большой интерес, то они вполне себе в состоянии, например, на нас подписаться, и репостнуть это, ну, самостоятельно, ну, и чтобы это не было так, как, вы знаете, нам просто очень нужна ваша аудитория, мы без вас не выживем, ну, как бы выживаем, с учетом даже такой информации, сейчас уже не вакуум, конечно, но... Спасибо, спасибо. Спасибо, Милана, за подробный ответ, вот здесь как раз довольно понятная, ясная позиция, хорошая была фраза про цели, да, что у каждого медийного проекта, организации, есть некая цель, которую, наверное, организация преследует, и, соответственно, какие-то шаги, которые... Антону, пожалуйста, передайте микрофон. Скажи, пожалуйста, в двух тогда словах, если это возможно, какая цель у центра новых идей, я подозреваю, что это будет что-то про новые идеи, и почему вы как раз стараетесь работать совершенно разными форматами, да, сайт, подкасты, оффлайны, ютуб, что из этого сейчас для вас в соотношении с целями, которые у вас есть, наиболее, наибольший выход дает? У нас написано, что наша мета – это просовывать реформу Беларуси, это такой канцеляризм, в принципе, в подкасте мы кажем, у нас подкаст про Беларусь здорового человека, это что-то про это, потому что мы живем довольно складанной краине, где складан законодавство, складан грамадство, складан политичный режим, эдукация, культура, есть проблемы во всех сферах, и мы спробуем быть как раз таки этим голосом, что есть больше-меньше адекватно. Это, напомню, наша мета, как ты сказал, у нас есть все это каналы, мы у всех их працуем, почему мы у всех на них працуем, бо у нас розный выник во всех этих каналах, нельзя сказать, что у нас что-то одно выстрелило, поэтому мы робим все это. Тут же все нано-инфлюенсеры, поэтому это крыху про фейл-сторис так сама. Коли меня запросили рассказать про YouTube, я крыху здаюсь, YouTube, напомню, когда есть максимумность работать что-то инше, я бы пора делать что-то инше, а не YouTube, то почему? У нас есть подкаст, мы его робим, бог это вельми просто, мы просто приходим, седаем, что-то разговариваем и публикуем. Так мы публикуем это уже с 2016 года, у нас уже есть аудиторы, просто за этот час у нас нас собирались аудиторы. У нас есть чат в Телеграме, спочатка он начал формоваться вокруг нашего подкасту, там ты, кто слухает подкаст, разговаривали, зараз я не разговариваю, про что с инше, я там навод могу некольки дзен не писать, там дзен может быть по тысячу поведомлению, чат сам по себе расте, и он развивается навод без нашего не какого уплыва. Супер идеально. Мы ладим еще мероприемство, як раз таки в субботу у нас была велика конференция и навод в каналі неблагодарі яе опубликовали, за што дзякуй. Калі казаць про ютуб канал, вось ты уже узгадывал про розную моду, вот Нью-Йорк Таймс тады запості у Сноуфол, гэта был вельми популярный матеріал з Лонгридом. Прикладно, в гэты ж самый час, такі сайты, як Vox.com, головные конкурэнты Нью-Йорк Таймс на американском рынке. Пачалу з іншага, я не робіў такія прыгожай Лонгриды, я не робіў прыгожай відео. Самый такі яскраў приклад, гэта интервью головного редактора Эзри Клэйна з Барак Мамбабай, потэм яна пашалі робіць вельми шмат экспэнтеры відео, гэта відео, дзе вельми шмат розных анімацій, инфографік, все вот вылітаэт, все вельм прыгожа. Мы робім вось такі відео в Ютубі, гэта вельми шмат... Обіснялкі, как іх іші называў. Обіснялкі, да, і аны вельм прыгожа, табак мы дрючымся, калі мы их здымаем, мы дрючымся, потэм, калі робім гэта инфографікі, потэм мы дрючымся, калі выбираем музыку падвіг гэта відео, табак гэта суперзатратна. Суперзатратна, і мы потэм прыходзім до таго, про што вот ўже казалі, ў нас Ютуб вельмі слаба развіта, ў нас нема... Ну, як развіваўся Дуць на своём Ютуб-каналі, і он спачатку браў розны інтерв'ю з суперпапулярными людьмі, які просто прош пошух будь тое відео трапляцца, і ў ця будзі расти канал. У нас нема такіх людзей ў краўні, калі, з якіме ты зробіш інтерв'ю, нікого не гугліць. І ты робіш гэта відео, ты губляш... Єсь нескалька, я думаю. Гэта я працягну. Ты губляеш тыдні, каб зрабіць гэта відео, і ёго ніхто не знаць, бо ніхто не будзе гугліць. Простан, гэты темы нікому не цікаво. У нас відео ешчы, нікаторы на беларускай маў. На беларускай маў гугліць 0%. Нічого не гугліць. Ёсь адзін шалавек, якого гугліць в беларускам Ютубі. Макс Корш. Ні Макс Корш. Ата Александр Лукашэнка. Александр Лукашэнка. І мы зрабіли відео. Там в назві была Александр Лукашэнка. Все. У нас адразу там пад 50 тысяч праглядаў, і ў нас заявілася аудиторія даже. А тут заявіцца іншая праблема. Мы робіли, напрыклад, вельмі шмат розных конферэнцій. І на гэтых конферэнціях у нас былі інтервю, напрыклад, з російськими ведомыми экономістами. Ёго вельмі шмат гугліць в Расіі, але гэта не наша аудиторія. Тобак ў нас ёсць відео, так само, там, пад 60, больше за 60 тысяч праглядаў, і там штудзён сотні праглядаў, але гэта 95% з Расіі. Тобак гэта прагляда не конвертуюцца ў нашу аудиторія, бо гэта не зусім нашу аудиторія. Яны навіть не веду, што мы з Беларусі, аны просто слухаюць свого аутрытэта. Той ж сам у нас был некалькі відосаў патэмі ЛГБТ, гэта так само был вельмі цікаву досвід, і аны ў нас суперпапулярны, але гэта так само не нашу аудиторія, гэта аудиторія з усіго СНД. Там пішуць людзі з Рязані, што дзякую, што вы зробіли гэта виды. Яны паглядзяць гэта виду, яны пастаець лайк, гэта виды будз біць збіраць так само дзяцькі тысэч праглядаў, але гэта не конвертуюцца нашу аудиторія. І тому як... Ну, карате, Беларускі Ютуб гэта вельмі складанна, вот, и калі гэта все подсумаваць. Калі ёсь махчымасць, рэбіці Теліграмы, робіці там подкасты, ізі. А сколька ваще бюджет в среднім, если ты можеш назвать, не знаю, там, прадаччына одного вот такого 4-5 минут объясняющего роліка? У нас гэта 10 баксов 500, я думаю. А подкаст? 40. І праглядаў, можу біць, ну, там сэнці, што, як ацэніць аддачу на... Ну, тут навіть не в бюджеті, ну, там ба гэта вельмі шмат розніцца пачасу, там бак виду гэта вельмі складанна, гэта супергеймарвайна. Подкаст сэу, ключу микрофон, паразмавляў, галавна будзь більш менш живым, і все, гатава. Пасіба. Вот, есць опыт как раз у саздателі этого мероприятия саводнішнього прес-клуба, опыт работы с рассылкой, причем опыт довольно удачный, може біть, Юля к нам выйдет і немножко про это расскажет. Раз в неделю рассылка, по крайней мере, на мою почту приходит, возможно, есть несколько. Как это вообще устроено? Сколько у вас там аудитории? И какой процент из этой аудитории конвертируется, скажем, в… Давай. Во-первых, рассылка, ну, вы все ее получаете, она регулярная, выходит раз в неделю по понедельникам. Где-то на 4 недели мы можем прерываться на каникулы. И, в принципе, эту рассылку я называю «Операция «Живой пресс-клуб», потому что… И она выполняет три задачи. Это первое, мы афишируем свои ивенты, которые проходят у нас на площадке. Также мы в разделе «Махчимости» делимся с тем, что рекомендуем посетить журналистами нашему сообществу. Ну и мы публикуем новое, то, что появляется у нас на наших каналах, в том числе видосы, мероприятий на Ютубе и так далее. Могу сказать по количеству имейлов, это около 6 тысяч. Средний процент открытия 23,9. Ну и 6 процентов кликов, переходов на сайт. А какой вы используете платформу для нас в Мелчимп? Спасибо большое. Да, вот как раз очень хороший вопрос появился из слайда. Я все-таки бы по традиции к Денису обратился с такой темой. Где проходят межа помеж микромедея, макромедея и наномедея? Я думаю, что на самом деле уже даже границы такой нет, потому что условная новость про какое-то локальное событие даже на Тутбае, ее может прочитать полторы тысячи человек. Но у меня ее могут суммарно прочитать до 10 тысяч, потому что все будут друг другу пересылать, потому что она будет запощена как-то нативно в соцсетях. Поэтому какой-то такой границы нет. Особенно сейчас она стерлась после последних обновлений законодательства, когда уже все отвечают перед всеми вообще за все. И поэтому на самом деле очень классно. Какой-то слоган уже был «Границ больше нет». На самом деле границы мы сами себе определяем, как вот случай с телеграм-каналами, что постить, что не постить. Потрясающий подкаст, который слушал сегодня в маршрутке про Беларусь в будущем с Павлом Белоусом. Супер. Очень люблю слушать этих ребят, потому что очень часто злюсь на них, но потом думаю, блин, они делают это уже так долго, такие молодцы. Поэтому призываю их слушать. Да, никаких границ нет. Все границы у нас внутри, мы их сами разрушаем. Спасибо большое. Это очень красивая фраза для финала. Жаль, мы еще не заканчиваем. Я хотел привлечь к нашему разговору нескольких наших коллег и знакомых, которые здесь в зале сидят. В частности, Марию Рему, мою коллегу, которая тоже работает в 3-4 МАК. Но при этом, давай я микрофон тебе подам, при этом часто выступает в двух ролях. С одной стороны, у Маши есть опыт работы пиарщиком с крупными мероприятиями, культурными, кинофестивалями, конференциями. Не культурными. И бескультурными. С другой стороны, часто как раз Маша находится на стороне медиа, к которому… Слушаю, как вы ноете, да. Да. Как задолбали пресс-релизы. Поэтому, собственно, вот вопрос к тебе, как к человеку, который здесь в двух этих ролях выступает. Ты можешь дать каких-то три совета или три шага? Тебе даже, видишь, стульчик принесли. Но если ты там сядешь, тебя никто не снимет. Три шага, которые помогут организации или активисту или организатору какого-то мероприятия все-таки со своим пресс-релизом попасть на крупные медиа-площадки. Вау. То есть вот до этого мы полтора часа на это выделяли. Сейчас за три пункта надо ответить. Окей. Первое, наверное, с чего стоит начать, это не с пресс-релиза вообще ни разу. То есть когда я придумываю, то есть как мы к кому куда что будем продвигать вообще, придумывается кому и что из этого может быть интересно. Ну то есть условному про-бизнесу вообще не интересно про кинофестиваль, если только мы не рассказываем его экономическую подноготную и как мы вообще в этом плане выживаем. То есть нужно учитывать специфику редакции. И я обычно начинаю просто с того, что пишу журналисту, которого я знаю в редакции, или редактору, которого я знаю, и спрашиваю, слушай, вот такая тема интересна или нет. Особенно если мы придумываем какую-то специальную фишку, под это медиа. То есть мы там придумали, что у нас будет классный гость, и он им подойдет. Класс, пишем, спрашиваем. А это вообще подойдет? А если вот так повернуть? А если вот так повернуть? В конце концов, что-то вы можете договориться о чем-то с этим редактором, и уже исходя из этого делать. Онлайнер, например, вообще никогда не берет что-то готовое, они сами все делают, никогда не возьмут готовое интервью ваше, они все время придут, сами все сделают, и потом вы будете либо счастливы, либо будете править сидеть. Потом, когда вам нужен пресс-релиз, когда вы уже договорились, что сейчас мы все сделаем, в этот пресс-релиз вы должны засунуть вообще все, что про вас важно, и при этом постараться не писать всяким канцеляритом и прочими страшными штуками. Четко по делу что, где, когда, почему, и зачем кто делает. Все. Это все, что нужно знать. Все дополнительные материалы, которые вы можете воткнуть, воткните ссылками, воткните дополнительными какими-то письмами, так, чтобы человек все это получил, но не увидел вот такое вот полотно, полотно вот такое текста, которое сложно прочитать, не говоря уже о том, чтобы осмыслить. Это, наверное, самое главное. Да, ну и главное, что пиар — это не столько про тексты, вот то, о чем мы долго спорили, это не столько про тексты, сколько про ваши взаимоотношения с редакциями. То есть вот всю эту штуку можно провернуть, когда вы знаете людей, которые этим занимаются, когда вы знаете, кто какой темой занимается и не пишете журналисту, который ведет криминалистику про культуру и наоборот. Тогда это все будет работать, тогда вы будете получать нормальный фидбэк. Ну и да, можно не стесняться фоллоуапить, но не 10 раз подряд. Наверное, так. Фоллоуапить в смысле дергать и напоминать о себе. Как там мой прислатель? В смысле, да, я прислал, вот посмотрите, посмотрели ли, все ли нормально, получили ли, все ли ок. Если нет, тогда на тебе, дорогой, еще раз. Если все-таки все видели и не подошло, то можно аккуратно узнать почему и попробовать либо перевернуть на месте тему, либо потом уже подогнать по другим углом. Если можно коротко, если ты все-таки начинающий организатор и у тебя нет такой большой базы контактов, и ты делаешь какой-нибудь маленький, уютный фестиваль, не знаю, активизма, что тебе делать? И вообще нет шансов? Если у тебя маленький уютный фестиваль активизма, тебе, наверное, не нужен Тутбай, например. Логично вследствие, да? И тебе, например, не поможет онлайнер ни разу вообще. Но тебе может помочь 34 Mac. Поэтому если вы маленький начинающий, то полезно посмотреть площадки, которые в первую очередь ваши. То есть если вы прямо угораете по активизму и сами ходите на такие ивенты, вы уже помните, где вы находите информацию о них. Вот, ну, Даша на канале, Ксюша на канале, еще на каких-то пяти каналах или на страницах в ВК и так далее. То есть там, где вы сами берете эту информацию, значит, вам уже рады. Вам уже приносят такую информацию. Если вы приносите такой ивент, вам там будут рады, у вас все возьмут, и вы попадете, более того, в ту самую аудиторию, которая вам нужна. А если с каждым вот таким уютным фестивалем штормить Тутбай, то, ну, будет грустно, обидно, все будут обижаться, что пиарщики глупые присылают какие-то глупые поводы, а журналисты глупые не понимают, какую важную штуку мы делаем. Спасибо большое, Маша. Давайте тоже похлопаем. Здесь в слайда как раз был вопрос по поводу, как называются каналы. Видимо, как раз имеется в виду канал Даши и Ксюши. Во-первых, в описании мероприятия на Фейсбуке есть ссылки. Там можно посмотреть, потому что если я вслух буду говорить, все равно никто ничего не запомнит. Я бы еще хотел тоже в продолжении того, что говорила Маша, обратиться Настася Долюшко, event manager assembly NDA. Можно тоже тебя пригласить к нам на самую настоящую сцену. Ты как раз выступаешь в роли человека, который пишет в условный 34 Mac или в Тутбай. И в Telegram каналы. Ты получаешь отказы и согласия. Скажи, пожалуйста, что с точки зрения активистской повестки медиа любят? Как им запаковать идею так, чтобы они с удовольствием это запостили или хотя бы в соцсети, или хотя бы ответили? Слухай, я перед тем, як шла на гэт ивент, думала про гэта. И вот перша думка, яка я зацепляю так сейчас на цехоте, то, что павинны быть ненький таки особистый контакт, который надае твоей инфы дадатковой важкости, якости. И, ну, по-другой, это, конечно, важно, как бы разуметь метовую. Зараз мы рыхтуем вставаль, километр громадской активности, яке это будет с першого червяне. Там у нас шмат ивента, и мы вот поделили инфу на подходящие подрозные метовы, и там про обороншую экскурсию мы постим про обороншую суполках, про экологичную, это мы атакую лекцию, мы постим в экологичных, и там все пахаджаются, и, в принципе, это такого легкого отрымливается. Один канал, ну, один крениц информации, яке вот нас не публиковал, это был канал Неблагодари, потому что это не их, контент, вот, а, в принципе, все остальные до такого лояльно реагировали, и все было нормально. Адаптируем информацию под медиакреницию информации. Даша, ты нас слышишь, расскажи, пожалуйста, почему это был не твой ивент, потому что в Минске не релевант по аудитории? Просто не сильно вникло, что это, это, кстати, тоже будет от меня, может быть, такой совет, как попасть в Негаба, мне благодари, это не писать такие длинные посты, потому что я не умею читать так долго. Ну, не знаю, мне кажется, чтобы в такие, если не иметь каких-то личных контактов, то можно этот личный контакт заиметь, написав, не знаю, потратить две минуты и написать два предложения, почему это такой крутой ивент, и надо запостить. А пресс-релизы я вот не читаю, как веду себя, как большие мнения. Вот. Спасибо. И потратить две минуты, тогда потрачу две минуты, чтобы написать про ивент. Не знаю. Спасибо. А с какой, не знаю, самой странной формировкой отказывали обычно? Ну, то есть, и ты понимала, что окей, это значит, вот я не туда пришла, вот какой-нибудь фейл такой расскажешь? Да, у меня был такой досвид, это не в контексте ассамблеи, да, когда я там пришла организовывать, концерты, и извернулась до одного момента, публикуете в афише. Нет. А почему? Ну, музыку нужно, я качественнее делать. Это мы были? Хорошо. Мы могли бы так ответить. Спасибо. Самое главное, что мы услышали, что 1 июня будет километр грамотинской активности, можно приходить в Ок-16. Да, в Ок-16 там будем ревенствовать с 1 дня до 27. Запоще. Запостишь? Ну, попозже. Ну, вот уже, уже хоть какой-то результат, нашего разговора. Спасибо большое, Настасия. Давайте похлопаем. Несколько вопросов из слайда, и потом можно к вопросам из зала переходить. Кратко вопрос к девушкам из Майкаут. Сколько времени потребовалось, чтобы собрать аудиторию, и как ее сохранять? Я с микрофоном к вам буду. Наш проект запустился в 2014 году, и вот с тех пор мы собираем аудиторию. Ну, мне кажется, чтобы удержать аудиторию, тут важно быть последовательными, и, то есть, если мы когда-то разработали политику того, что мы постим, как мы постим, какую лексику используем или не используем, мне кажется, важно этого придерживаться. Ну, это как раз и относится к тому, что Милана говорила про какое-то безопасное пространство, которое очень важно для нас, как сообщество. И, то есть, было бы странно вдруг начать, не знаю, постить что-то совершенно для нас нетипичное. Ну, это нормально пересматривать редполитику, но все-таки, ну, я думаю, что мы всегда будем придерживаться каких-то наших основных стандартов. Стандартов. Стандартов, да. Очень хорошее слово. Спасибо. Есть что добавить? Ну, я хотела сказать про удержание аудитории. У нас есть, ну, типа, что-то вроде календаря работы в соцсетях, то есть мы каждый день соцсети обновляются, и у нас была такая ситуация, когда наши соцсети упали, ну, там, что-то происходило странное, что, в чем я вообще не разбираюсь в техническом плане, и, ну, какое-то время никто не мог там пользоваться чем-то, да, и мы там подорожничек какой-то вешали, сайт попал. Подорожничек вешали. Помнишь? Ну, короче, смысл был такой, что сколько-то времени это все дело не могло обновляться и работать, и когда группу мы вернули, там ее как-то, да, такая была ситуация. И, короче, ну, и тогда вот была такая массовая очень отписка, потому что, ну, мне кажется, это тоже важно понимать, что, несмотря на то, что, ну, как бы, в любом случае вся ваша аудитория очень классная, и наша аудитория очень классная. Всегда есть, ну, люди, у которых, например, очень много просто, ну, очень большой информационный поток, условно, человек подписан там, ну, на тысячу разных площадок такого, такой темы, например, которая ему интересна, там, разных стран, и если какая-то из них не обновляется, то он просто решает, что она там умрела и отписывается, ну, если у нее нет такой какой-то большой лояльности. Ну, и мне кажется, что это нормально просто. Ну, то есть, ну, у нас, например, много подписчиков из соседних стран, России особенно, потому что, мне кажется, что это был 12-й год, когда у них приняли этот закон о гомопропаганде адский, и, ну, как бы уже много так лет проходит, ну, и, ну, как бы сложилась уникальная ситуация, что, несмотря на то, что у них очень, ну, крутой и широко развитый активизм в сфере гендера и ЛГБТ, у них, ну, как бы гораздо больше проблем с информационными площадками, чем у нас, ну, именно в нашей теме, да, и когда они там приезжают или когда они нас читают, они пишут, что, ну, как бы у вас, земной, если у вас есть сайт там свой. Глубок свежего воздуха просто для них. И, ну, но с другой стороны, я думаю, что в такой большой стране, например, как Россия, гораздо больше есть чего читать, чем у нас. И, ну, короче, я просто... А российская аудитория, вот, извини, пожалуйста, да, Антон сказал, что вот как бы нас читают в Рязани, и нам не нужна, нас смотрят YouTube-канал, да, но вы все равно воспринимаете аудиторию не из Беларуси, как тоже часть вашего комьюнити, вы для нее в том числе работаете. Ну, мы вообще работаем для Беларуси, для беларусского комьюнити, у нас даже на сайте так написано, мы там, мы такую формулировку когда-то придумали 5 лет назад, что мы там, мы на беларусском языке это писали, мы не побольше, мы тут, и, ну, это как раз про то, что там мы не геттоизируемся, а просто вот здесь живем реально и пользуемся этой площадкой, но они же есть, ну, в смысле, что есть такая аудитория, которой тоже нужно что-то читать, ну, то есть, к сожалению, у них есть, ну, как бы такой закон, у них есть совершенно другие, например, рамки в медиа, у нас тоже есть, я не к тому, что у нас волшебство, да, но они разные просто, и вот, ну, к сожалению, такая ситуация, что многим, ну, там, людям в России, ну, важно тоже читать нас, ну, понятно, что мы не будем писать, не читать нас, это, ну, как это дичь, но для нас интересно, ну, работать на Беларусь, ну, у нас цель, вот, это, чтобы беларусское как бы это сообщество хорошо жило, а все остальные вещи, они, есть такой ресурс, называется tg.stat.ru, tg, как телеграм, stat.ru, там, как правило, можно найти информацию, если кто-то знает еще другие способы. Да, просто так и вбиваете, посмотреть статистику телеграм-каналов Беларусь, Минск, оно сразу в первых трех. Ты имеешь в виду, заходишь в ВВМ, там глобальная компьютерная сеть, поисковые, все понятно. А я хочу ответить на вопрос про микромедия, как их опросовывать, если можно. Конечно. А можете уточнить, про какое вы, а то я сейчас начну про телеграм, а вы мне... Ну ладно, не суть. Я могу кратко, очень быстро, я быстро разговариваю, рассказать про телеграм. Когда я его завела, там было 20 человек, это были мои друзья-знакомые. Естественно, я все равно хотела, чтобы он рос, глобальная цель, чтобы все стали активистами, брали на себя ответственность за то, что происходит в стране и так далее. И сначала я просто просила своих друзей-знакомых, чтобы они вступили. Потом ты постишь у себя, потом ты просишь, чтобы друзья тоже сделали репост. То есть выносишь мозг сначала друзьям, а потом, когда там уже есть где-то 100 человек, например, я помню, я приходила на встречу, как продвигать телеграм-канал, который делал 3-4 магнеты, там был парень, и он сказал, что слушайте, бартерная реклама, у нас в России вообще все ушла, не работает, не знаю, как вы тут справитесь. Я такая, о, бартерная реклама. И она у нас работает, и очень хорошо. Бартерная реклама, что я имею в виду? Вы находите телеграм-канал, который, ну, как бы может... Ну, смотрите сами по себе. Я, конечно, стараюсь искать, чтобы аудитория была похожа, но я вижу, как люди делают рекламу, вообще на разные аудитории к ним тоже приходят. То есть я пишу про волонтерство, я пришла там, вот с Воруши... Есть еще такой канал Ворушись, он тоже пишет там про стажировки и волонтерство и все такое. Я прихожу к Ворушися, Ворушися ко мне, я говорю, слушайте, у нас там по 100 человек, давайте мы напишем про вас, вы про нас. Мы запостили, и к нам пришло там человек 30. И вот так растет, 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 по чуть-чуть растет. Я думаю, что партнерную рекламу можно использовать там и в Инсте, и в Фейсбук, и в Контакт. Плюс, если вы там делаете что-то более-менее социальное, можно пойти в дружеские НГО-организации, попросить их запостить вас, а вы там тоже что-нибудь хорошее сделаете. И в конечном итоге, да, можно купить рекламу у блогеров, у белорусских их немного, ну, не у таких самых там, у кого там по 50 тысяч, а там даже там, ну, у кого поменьше аудитории. И, наверное, все, что хотел сказать. По крупицам, если в частности. по крупицам. И еще классный контент. Такой такой совет, боже, я не думала, что я это когда-нибудь скажу. Простите. Но я к тому, что когда мы постим иногда какую-то суперкрутую стажировку, прям вообще на вау, я сама думаю, сейчас кину и поеду, друзья друзей перекидывают друзьям, и к нам добавляются подписчики. Антон, может добавишь пару слов про продвижение Ютуба подкастов? Ну, Ютуба не в целом, а своего проекта. Должу вертаючись до Лукашенко. Калі паглядзець самый популярный. Не, ну это правда, Ютуб канал это нехта. Калі вы паглядзець его кожным в видосе, есть гэта слово. Нават, калі в видосе про гэта нічого не. Ну, я в видосу не кляжу, я просто назву кляжу и малюнки. Ну, вось, трэба глядзець, што шукаюць людзі, но гэта для Ютуба. И гэта выкарастовець у своих назвах. Тобак, наш Телеграм. Плюс, яшчэ, у нас популярный не Телеграм канал, а Телеграм чат. Мы гопабликовали, мы гопрасывали за кошт таго, што у нас розны нано-инфлюэнцеры ў гэтым чатчикі переписываюцца. І іншэ каналы робілі скриншоты переписок з наших чатов і постілі ў себе. І ўся наша аудитория з большага, ну там, дзві тратіны, адна тратіна, гэта нашы слухачы паткаста, дзві тратіны, я не мавіць наш подкаст ніколі не слухалі, я не бачили ў розных чатах, ў розных каналах скриншоты з нашого чата, зі спосылками на наш чат і періходзіли просто, каб поразмавляць з Антоном Атолько, бо ў нас в чатчикі там часто пишат Антоном Атолько, ті Артім Шрайбан, які там разбираецца, што будзі там, нападзёць Расія на Білорусі лі нет. То, що Денис гаваріл про то, що известных ребят люди купляється, люди, да, підписуються. Телеграм назовёшь, так он і... Да-да-да, тільки реформатор у нас називається. Хорошо, давайте, якщо є віпроси із зала, хтось хочеть щось вискать, задати вопрос вслух, а не писати. В слайді я к вам подійду. Да, сначала к вам, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Мені звути Ігор Хмара, я журналіст Реалдбай і лідер іниціативних груп район Арана, Малайя-Серобранка, Соколянка і Маяковка. Я створював Телеграм-чат, ось недавно, зараз покойшто поставлю на паузу, але, ну, ясь не тільки не Телеграм-чат, але найперше мені цікавість мінавіта Телеграм. Вось, скажіть, коли ласка, які ви бачите основні способы просунути свій проєкт у Телеграмі вогуле, і які вось чім перебувагі мінавіта Телеграма технічні і людські для актівізму? Це ваше два вапроса були в слайда. Дякую. Вот как раз, да, і написати, і продублувати ще голосом, і тоді відповідь точно буде. Кто начнёт? Даша? Даша? Я соглашусь з Ксюшою про хороший контент. Если, не знаю, я вот сейчас думаю, що я читаю в Телеграмі, і я читаю всякі класні історії. То есть там може бути нічого такого познавательного, але якщо хоро написано, то мене все це підкупає. Там без 1000 емоди і че-ніть таке. А просто какая-ність історія, це класно. Не знаю про... Конечно, тут зависить про що ваш канал, але не знаю. Якщо написано хорошим человеческим языком, то почему нет? Ну, опять же, я от себя, наверное, добавлю. У вас був уточняючий вопрос. Учим технічні людські переваги Телеграм-каналу для активизму. Мне кажется, що здесь якраз Телеграм все еще інструмент, який, наверное, найбільш і удобний, тому що там нет ніяких-то допомінальних, отвлекаючих механик, способів, і ближе всього, і доступній всього до людей достучатися, тому що це медіа не то, щоб в телефоне у кожного, все медіа в телефоне у кожного, але к нему легко попасть в пару кликов і легко, опять же, регулировати, що для тебе важніє, закрепляти повыше якісь чатики, убирати звук чи наоборот, оставлять звук, щоб тебе приходили уведомления. Поэтому це пока какая-то история про удобство, наверное, в первую очередь или в одну из первых очередей. Да, я хотела вас спросить, ви, наверное, хочете, щоб у вас було на районі в Серебрянке все, що перечислили, які-то активісты, які там переписуються і що-то роблять. Правильно я понимаю вопрос? В тому числе? Просто какая цель или вам в общем? Со свого боку як знаходять інфу про свій район і як створати інфу на ходу. І з іншого боку відбувальний фідбэк як гэта подавати роздім СМІ, як гось улішити. Хорошо, я могу ответить, як привлечь, наверное, людей к вам в Телеграм. Ну, ви хочете і канал, і чат. Я б советовала делать і канал, і чат, тому що за чатами я очень соглашусь. Мені, кажется, більше будущее, тому що в чате люди высказываються, там остаються в Телеграм-чате остаються только, действительно, мені кажуть, заинтересовані люди. Тобто там, якщо на каналі можуть висіти і не відкривати тебе там місяц, то, по моїм ощущениям, в чатах відкривати. І для, наверное, района і для такого активізму я б просто посоветовала супер банальний способ распечатать объявки, то, що вот у нас тут на районе є вся інфа про район, вот здесь і вот здесь підключайтесь. Ну, і с отрывними, і со штрихкодом, тому що, мені кажуть, що містні, в принципі, зараз у нас в Беларусі с каждим годом всі жителі становяться активні і активні. І просто мені кажуть, що ще во всіх домах использують вайбер-чаты, але ви як раз можете пересадити всіх на Телеграм. І да, і все. А как медіа, навірно, вот дівшка отвечала. Це вже... Ми більш мені відповіли чи, естественно, нет? Да, пішовс. Я можу щось сказати пару параду написати Антону Матоліка. Пісали вже Антону Матоліку? Ви вість свої нікі великі чаты, групи, боты. Само собі. Бося просто не такі трендові штуки якісь. І мені це вось друге частке питання про те, як підвати гіта СМІ. Як оцініць грамотну чоловіку, не обов'язково мені, просто іншому чоловіку, і як... А у нас є гіперлокальні сміки пішут п'янові сереблянки? Не, ну ось, наприклад, шим адрозні, як підати онлайнеру, як підати сітідогу, як підати куку? В якій форматі, якій іменно від, на що зробити акція? Ну, я б коротко відповідь на цей вопрос. Для начала зайти і внимательно почитати, що сайт пишет сейчас і що він писал по вашій темі. Писал ли що-то. Потому що, якщо вам нужно продвигать именно Телеграм-канал, а не історію в цьому. Ну, к примеру, одна із задач. Довольно часто медіа в момент, коли вони думають, господи, опять нічого в голову не приходить, давайте сделаем 10 класних Телеграм-каналів із Беларуси, на які стоїть підписаться. Или там, Ютуб-каналів, чи ще чого-то. І тому, що з'явно, просто где-то важливо зробити якимось таким образом, щоб журналисты цього медіа, яка вам нужна, вам, наверное, нужні городські медіа, в першу чергу, Ситидок, Виллэкш, Коктукжить, кто ще? Там 3-4 Мак, в меншій степені. Як минимум знали про вас, да? Ну, то есть, можна попробовать приложить прям какую-то статью написать, ну, к примеру, попробовать придумать тему для медіа. Все любят бесплатний контент. Я ще пошли, ну, в Телеграм-чаті любят, наприклад, за інсайды, коли нещо, бувається в серебрянці, і у вас в чатіке єсть фотки з міста падзею, то, що там, а там я не веду зараз, любят древу, там, будують, що стісносяць, і, ну, гэта супер добра новина находа для онлайнера, не, ну, чому? Запостить, і по інформацій з такого-то чата, і у вас з'явиться. Ну, то бак інсайды, гэта вірми, за що любят, ну, там, Телеграм, так само. Можете сами даже снести или срубить, щоб повод создать. Ну, ціся оборуды, то, выздувається, да. Самый, наверное, простой совет, это попытаться задружиться і выпість несколько пив с основными редакторами или даже журналистами рядовыми і попасть к ним в ленту Фейсбука і Інстаграма, де потом просто у себя как бы между делом рассказать о том, что, о, смотрите, ребята, у нас тут поставили прикольную какую-то статую, і у нее там нету... Головы. Руки, да, там, ну, і вот, і вони це зразу видят, тому що інформаційний голод, він не тільки на республіканському уровні, но і на локальному, і на гиперлокальному, і чем трешові у вас какая-то вообще взрывомозговыносящий какой-то повод, тем вас скорее заберут туда... в хорошем смысле слово заберут. Слово заберут. Даша покидает наш чат. Здравствуйте, меня не зовут? Ты выматерилась? А? Ты выматерилась сейчас или что? Или мне показалось? Нет. А, ладно, прошу вручить. Я хотела узнать возраст аудитории всех ваших каналов, у кого есть каналы среди спикеров. Я могу рассказать про наш досвід. Мы заробили не некую там звучайну опытанку для нашого датори подкаста. Мы в нашем телеграм-чате заробили доволі великую опытанку по розных... ну там і про погляды, і по заробок, і про адукацію, і що там... Ліше там про... Я не веду і про ЛГБТ, і про фемінізм, і про володу не зброю. Тобак вельми-вельми шмат питаньів. І могу сказать докладно. У нас 49 з полового відсотку гэта ва узроці 25-34, 37 з полового відсотку гэта ва узроці 18-24, і 12 зотку гэта 35 плюс. Ещё раз, 37 – это 18-24, да? Полова гэта 25-34, гэта ровно полова. Ну 37 процентов как бы самой молодой аудитории, это тоже очень высокий показатель, потому что считається, что они как бы вроде нигде никого не читают. А вас читают. І нас доволі тікаво здивили по заробкам. У нас 25 сотку заробляєте більше за 3 тисячі безорусських рублів. Лакшери аудиторію. Стрэнгдели, я думаю. Некоторые, не все. Не, 10 сказали, що нема заробка, так що. Ну що, давайте, наверное, ми… Да? Що? Нет, просто девушка хотела всех услышать. У мене, на вскидку, це 16-28. Я не изучаю специально свою аудиторию, но считаю, що це доволі зроцілі люди, тому що вони чаще лайкають, чим оставляють коментарі. Таке, не знаю, наблюдення. Я, к сожалению, как-то давно не смотрела точну статистику, но, насколько я помню, если я не права, и кто-то из моей команды помнит другую информацию, но мне кажется, у нас довольно в основном молодая аудитория, до 35. Говори правду. Всем есть вопрос, тогда мы, конечно, к вам подойдем. Ну що, спасибо тогда. Всем большое. Спасибо, в первую очередь, нашим спикерам, которые были здесь реально или виртуально. Спасибо большое пресс-клубу, который это мероприятие организовал, и 34 Магу, и моим коллегам, которые тоже помогли его организовать. И главное, большое спасибо вам за внимание, интерес. Спасибо, что пришли. Всем хорошего вечера. Пока. Давайте похлопаем всем нам.